здравствуйте в этом видео расскажу как посеять семена перцев чтобы всходы были дружны рассада не болела рассада была крепкая и здоровая рассмотрим некоторые семена различных фирм какие буду сеять также расскажу вам про грунт какой буду использовать грунт что буду в него добавлять и чем буду его обрабатывать и и мое нашла такие семечки вы прям удивитесь от одной известной фирмы считаю что там семечки были бракованы об этом чуть позже все рассмотрим сейчас я вам показываю урожай от из прошлого года высеивала точно также пораньше потому что я проживаю кузбасс сибирь и чтобы добиться именно покрасневших перчиков нужно нам высеивать намного раньше и так приступим к семенам это у меня семена разных фирм f1 сегодня сеять не буду вообще перестала практически сажать f1 потому что вас них нельзя взять семена ну не очень удобно чтобы каждый год покупать эти семена у меня были с прошлых лет некоторые новинки буду точно также пробовать с вами выращивать некоторые сорта очень люблю именно крупные и люблю с толстой стенкой ну к примеру вот карась прошлом году тоже выращивал мне понравился вот еще золотой теленок каскадер так фьюджи нам не нужен уберем его можно вот посеять сегодня геракл либо купец в общем можно сеять семена обычные сортовые далее мы с них будем брать семена для себя посев семян перца будет самый простой буду использовать посев сразу в контейнеры то есть без пикировки то есть как мы с вами посадим так все останется контейнеры берите не менее там 9 10 сантиметров в высоту но длину уже выбирайте самостоятельно какой я использую грунт для посева семян у меня вот здесь есть торф это синий агробалт нейтральный торф он уже раскисленный производителем нужно ли обрабатывать такой грунту нужно ли что-то еще в него добавлять можно добавить в него биогумус если у вас есть а также можно добавить универсальный грунт можно использовать дополнительно перлит вермикулит которые будут впитывать влагу для перца это очень важно потому что он влаголюбив и нужно его постоянно поливать буквально на контейнер я добавляю два кулачка перлита можно использовать вермикулит на дно дренажные камни я не использую мне дренажных отверстий в контейнерах нет потому что просто поливаем понемногу но почаще то есть подстраивайтесь уже именно под себя если вы любите когда у вас там отверстие вы льете от души чтобы вас там все сливалось тогда внизу нужно обязательно иметь другой контейнер у меня нет таких поддонов у меня просто стоят такие вот контейнеры сразу на металлических стеллажах но если даже поставить на деревянный то представьте что будет на постоянно от влаги буду использовать стимулятор но первым делом нужно обеззаразить наш грунт я использую фитоспорин это биозащита от грибных и бактериальных болезней а также помогает семена для всхожести чтобы семена уши были здоровенькие идет некая обработка дополнительно не только грунта но и семян фитоспорин у меня жидкий можно использовать пасту также можно использовать сухой фитоспорин жидкий применяется 5 миллилитров на 1 литр воды можно брать какой-нибудь колпачок измерительный либо берем одну чайную ложку либо берем шприц который уже нам не нужен либо например от детского сиропа то есть есть такие измерительные шприцы очень удобненько также будут добавлять циркон если у вас нет циркона можно взять и пин либо какой другой стимулятор у меня данный момент есть циркон берем 4 капли циркона на этот литр воды стимуляторы используйте обязательно ну потому что перчик он все-таки сходит где-то среднем от 7 до 14 дней даже все зависимости от фирмы и от возраста семян чем перчик старше тем у него схожесть намного хуже но вы сейчас удивитесь я вам покажу семена я даже была не в неком в шоке потому что семена оказались очень плохие но я их посею специально в большом количестве чтобы если там что-то взойдет то можно либо проредить либо если не взойдет то на этом месте посею что-нибудь другое но это мы с вами посмотрим уже намного позже сниму в следующих видео опрыскиваем грунт и добавляем туалетную бумагу многие писали что от туалетной бумаги появляется некая корка и плесень ну вот я использую такую белую туалетную бумагу и корки никакой у меня не было один раз попробовала именно серую простую самую дешевую туалетную бумагу и действительно у меня появилась плесень даже с торфом когда я ну периодически поливала все было нормально но это плесень можно даже считать ее неким плюсом потому что потом у меня такие прям перчики были красавцы рассада была просто великолепная если например появляется некая корка подсыпьте сверху дополнительно еще грунт и можно также обработать дополнительно фитоспорином по бумаге туалетной обязательно проходимся нашим получившийся раствором фитоспорин плюс циркон смачиваем тщательно а это делается для того чтобы у нас семена прилипли вообще этот способ используется тогда когда большое количество разных сортов но очень удобно чтобы семена у нас не разбегались ни в какую сторону буду сеять сегодня именно раннеспелые сорта это дело для того чтобы намного раньше получить первые плоды в основном это делают для еды итак осмотрим с вами семена это семена алтая ела чудо и вот такое чудо посмотрите на семена сейчас я вам приближу и покажу оказывается семена уже открытые то есть сама вот семечку уже проросло вот смотрите даже видно толстая семечка здесь было когда-то росток и в общем он уже отпал потому что семечки открыты скорее всего они проросли возможно не заметили и либо не знаю как это все у них там происходит кто как делает отбор семян и очень много таких оказывается семян следующих пачках я вам тоже покажу нашла у одного производителя тоже такие же семена у даже у самого простого семена были все закрыты и все ровненькие все красивенькие и так остальные семена и складываем но я все равно их посею и мы с вами увидим результат бывает что когда только только прорастает открывается семечко и вот можно еще успеть его засушить но далее может плохо сходить именно от этого зависит схожесть так у нас смотрите семена следующие здесь все в порядке это тоже были семена алтая это семена роман 7 на каждую строчку по несколько штук посмотреть как у нас получается каждый сорт по две строчки для чего я это делаю для того чтобы если например плохой будет вход то я в дальнейшем либо его выдерну выкинули бы даже отдельно пересажу можно выращивать таким способом плюс пикировкой вот сейчас я вам показалось семена это были шарпей от сибирский сад все семечки были закрыты то есть я думаю что у них схожесть будет намного быстрее и рассада будет крепче ну в общем увидим посмотрим кого интересует обязательно подпишитесь на канал я вам буду показывать именно этот контейнер если будет спроса в комментариях и вот еще семена здесь тоже было несколько семечек открытых посеем чтобы побольше было семечек в каждом ряду далее прореживайте обязательно не оставляйте все вот эти семена если вдруг они даже все у вас зайдут следующий у нас сорт ласточка ласточку выращиваю каждый год очень нравится периодически обновлять смотрите простые самые дешевые семена и они все закрыты то есть они более качественные такие точно взойдут и будет здоровая рассада и так посеяли с вами все семена что мы делаем далее берем еще один слой туалетной бумаги и закрываем все эти семена для чего это делается потому что сейчас я буду опрыскивать и когда мы опрыскиваем по поверхности семян они у нас не разлетаются именно этот способ используйте когда у вас в одном контейнере большое количество разных сортов чтобы не потеряли сорта не перемешались там никуда потому что в основном мы высаживаем уже в теплицу в определенное место каждый сорт чтобы не получилось потом сюрпризов далее делаем обязательно такие таблички каждого сорта до того как я добавлю сверху грунт это у нас роман тоже от семена алтая это шарпей это богатырь следующий будет ласточка и я пишу маркером который покупала в леру амерлен он не выцветает и не стирается самое удобное в этом посеве что когда мы сверху выкладываем слой грунта примерно один сантиметр вот так вот лопаткой спокойно беру сверху и распределяю семена в этот момент все закреплены и останутся каждый на своем местечке потому что туалетная бумажка их придавила и вот груд можно спокойно распределять далее очень хорошо смачиваем поверхность можно даже взять и немножко так вот вылить когда мы будем выливать наши семена все тоже останутся на месте это самый удобный способ для тех кто выращивать большое количество в одном контейнере далее обязательно закрываем все это и ставим в тепло под фитолампы ждем проращивание прорастет намного быстрее с теплом и стимуляторами ну а на сегодня это все заходите на мой канал смотрите другие видео подписывайтесь на канал если вам понравилось видео поставьте лайк всем спасибо и до новых встреч